Дорогие братья мусульмане, в последние годы усилились на Кавказ поток туристов. И когда начали наши дагестанцы, чеченцы, другие кавказцы замечания делать этим людям, что форма одежды они хоть чуть-чуть изменили, чтобы какой-то дресс-код соблюдали, сами же изнутри, не зная другими, как их назвать, кроме лицемеров, начинают защищать этих туристов. Говорят, наши чем лучше, на своих смотрите. Если какие-то девушки там неподобающим образом из дома выходят, или на море появляются, или же мужчины пьяными, или же шортами, без открытым торстом, торстом выходят, в город, им кто-то замечания делает, наши чем лучше, чем, почему им замечания делают на себя, смотрите, такие комментарии появляются у людей. Как будто всегда находим ошибку своих, как будто ни в чем не участвовали эта Россия и русские за испорченность нашего народа. Откуда наши такие появились? Откуда уничтожили ислам? Кто способствует распространению этой нечисти нашей земли на Кавказе, кроме этих русских, кроме этих Россий, кто этим участвует? Замечания делаешь этим проституткам, эти кафирские законы появляются, твое какое дело. Замечания делаешь этим геям, появляются защитники этих людей, это личная его жизнь. Нет. Этим они демонстрируют, чтобы наши поколения, чтобы даже не было, кто это даже им плохо остановилось, кто не был, кто-то им замечания делал. Для этого это делается. Появляются в Кавказе, поменявшие свой пол или что-то, приходит детский этот салон, чтобы ему вот эта прическа делали, что-то такое делали. Потом люди начинают винить наших, на себя посмотрите, кто наших испортил. Наши были мусульманами, пока Россия нам не уничтожила мусульман. Наши были покрытия, наши бабушки, дедушки, их потом все были покрыты с детства. До нынешнего времени не было открытых. Пока это коммунисты, Советский Союз, Россия, после этого сейчас вторая, пока наших не заставили раздеться. Как заставили? Уничтожили ученых. Уничтожили правильных людей. Даже нормальные, кто молитвы, знают людей, их выслали. Или же там же, в Дагестане, казнили, несмотря на его даже течение. Всех подряд. Тот, кто говорил мусульманам, тот, кто умел молиться, боялись дома молиться. Потом им не было пример, кроме российской телевидении. Советская телевидение. То, что она показывала в магазинах вино. Откуда она так сильно распространилась на Кавказе? Праздник Уроза Байрам, Курбан Байрам не отмечали без вино, без водки. Откуда это появилось? Не было у нас такой, такая культура. Не было у нас. Это кафиры принесли к нам. Эти грязные люди за то, что мы молчали, за то, что наши предки не смогли им говорить. Сейчас кто им замечание делает? Эти люди, которые воспитала Россия, они начинают на себя посмотреть. Да, дагестанские, кавказские города полностью подобают этих кафиров, уподобляются им одеждой, но все равно не так, как испорчено, как эти кафиры. И у них нет никакой границы одежды. И нет никакой запреты у них. нечесты. Задевает ли это твоей сестре, твоей маме, твоей родственнице? Нету им. Открыто может мужчина выходить, полностью обрат открыв, и девушка может выходить, и никто им замечание не делает. Как будто им это не касается. Испорчен из этого кавказа откуда стало? На себя посмотрите. Наши, которые, вы говорите, вот ваши не лучше ходят. Откуда они, например, это взяли? Кто так? От этой России. Потому что их законы, их нас под колонии держат. Потом под их законом запрещают им объяснять, что так нельзя ходить. Запрещают им замечание делать. Наши сестры ходят никабами или покрытыми. Видите ли этим грязным людям? Не нравится, что никаба ходит, их пугают, туристов пугают. Это собака, это Россия, эти собаки, так называемые менты, мусора, берут сестер, делают им замечание, ставят их учет, пугают их, чтобы они никабы не ходили. Что мусульманские одежды они не носили. Угодит своего хозяина, эта собака, что только не делает. Неужели тебе не стыдно имя мусульмана носить? Имя Мухаммад, Ахмад, Гурбан носить? Неужели с этим погонами, с этим, будучи собакой, это имя носить тебе не стыдно? Субханаллах. Родственник этих собак будет отец или сын, или дедушка. Неужели вам не стыдно, когда ваш сын берет никаба, мусульманку, допросит ее участок, милицейский участок, за ее одежду? А если даже там в трусах ходят, без трусов ходят женщины, им ничего не говорят. Их никто не допрашивает. Кто им замечание делает, имам мечети уходит, этих людей порицает, кто замечание делает. Замечание этим людям делают. Кто замечание, вот это наше духовное управление, их так называемые имами, с пятницы мечети делают замечание тем людям, кто делает замечание открытых женщин. той женщине, которая будет открытой, которая на хачкеле или где-то ходит, подходит к нему, ход грубо, ход как бы его замечание делают, с мечетей им замечание делают. Якобы говорит, покажите им красивый ислам. Вы покажите им красивый ислам, если можете. Остановите их руками. Кто из вас увидит мункер, запретный, остановите руками, если можете, языком, если можете, сердцем, как сказал пророк, саллилаллаху алиху асалам. Неужели ты, который работаешь ментом, тебе не стыдно той мусульманку, сестру, которая свой целый мудрый сохраняет, свою честь сохраняет, покрытая девушка, забрать ее учет за то, что она не кабель. Субханаллах. А без одежды голые девушки покупаются, им никто замечание не делает. Ни мент не подходит к ним, ни другой не подходит к ним. Извиняюсь за эти эмоции, но необходимо делать это замечание. Алхамду лиллях, в Кавказе сохранились еще мужчины и женщины мужественные, которые сохранили свою честь. Жиза кумуллаху хайран. О мусульманки, сохраните свою честь. Не уподобляйте этим кафирам, одевайте по исламу, одевайтесь, как вас просит сейчас Аллах и его посланник. Эта ничтожная дуня закончится, потом вечный рай или вечный ад. Эта красота, которую ты показываешь чужим, это у тебя ничего не даст. Эта красота сохранит для своего мужа. Иншаллах. Если тебе трудно такой жаре, такой одежды носить, ты получишь наслаждение в Ахирате за эту трудность, которую ты сейчас тащишь о сестра. О, братья мусульмане, за они должны ничтожить их гроши, за то, что получаешь эти деньги, ты строишь им дом. Для них гидом становишься, будь бородой, для них гидом становишься. Этих кафиров возишь туда, по селам, показывай их для мусульманок, как они ходят, чтобы они тоже подавлялись. Конечно, если за ним вы будете ходить, другие девушки тоже заходят на верхнем подобии, чтобы за ним тоже ходили, за эти деньги вы распространяете куфр, за эти деньги вы распространяете нечесть. Бойтесь Аллаха. О, те, которые открывают гостиницы, о, те, которые открывают места на берегу моря, чтобы сдавать этим людям, в Аллахе, перед Аллахом вы это ответите. Эти деньги, которые от них вы получаете, от них бараката нету. Испортил свой народ, которые получили деньги. Истории вас запишут. Жизакум Аллаху хайран, и обережет Аллах субханаху на нас, и наших детей, и наших родственников, и Кавказ от этого нечести. Амин, амин, амин. Валфамдуллеллах ребятилиадами.